Всем большой привет! Вы смотрите специальный выпуск Лиги Европы с букмекерской компанией MaxLine. Пока идет перерыв в матче Марсель-Зальцбург, мы сделаем несколько ставок на ближайшие выходные. Поехали! Друзья, нас ждут горячие выходные в чемпионатах Англии и России. Дмитрий Краснодубский, аналитик букмекерской компании MaxLine, подскажет, на что ставить. Манчестер Юнайтед против Арсенала. Победа МЮ? Да, совершенно верно. Я склоняюсь к победе Манчестера Юнайтед. Все-таки, я думаю, Арсенал уже все свои задачи в премьер-лиге решил. И сейчас все силы брошены на Лигу Европы. И все-таки на фоне усталости, я думаю, Манчестер будет смотреться гораздо лучше. Я предлагаю здесь сыграть победу Манчестера Юнайтед с коэффициентом 1.63. Коэффициент скромный. Можно ли взять с Форой с минус 1, что Манчестер победит с запасом в 2-3 мяча? Да, действительно можно эту Фору сыграть. Я думаю, никаких опасений нет. Как минимум, возврат, я думаю, нам обеспечен. Английская премьер-лига зачастую это много голов. Можно ведь покатать и тотал больше 2,5 мячей или 3 даже. Будет голевая феерия. Или Манчестер не та команда? Да, действительно, Манчестер не та команда. И все-таки я еще хочу раз напомнить о усталости Арсенала. Все-таки сил очень много они отдали в Лиге Европы. Поэтому тотал больше я тут особо не жду. Тогда берем победу Манчестера. Если вы хотите просто победу со скромным коэффициентом, хотите с Форой минус 1. И, кстати, мы напоминаем, продолжает действовать акция «Макс Лайн платит». Вот вам пример. Если вы сделали ставку на победу команды 2, а победила команда 1, и этот матч попал под действие акции, то ваша проигрышная ставка станет выигрышной. Все подробности на сайте maxline.by Ну а теперь отправляемся в Россию, где в воскресенье «Зенит» будет играть против ЦСКА Виктора Гончаренко. На что здесь поставить? После зимней паузы и «Зенит» и «ЦСКА» идут, мягко сказать, неровно в чемпионате. Но я все-таки больше склоняюсь к армейцам. Из Лиги Европы команда уже выбыла, и сейчас все силы брошены на то, чтобы занять место в Лиге чемпионов. И «Зенит» и «ЦСКА» борются фактически за одно место в Лиге чемпионов. Я все-таки склоняюсь больше к армейцам еще под той причиной, что состав у них более сыгран, более сбалансирован, и игра у них более выстроена. «Зенит» после зимнего перерыва немного хандрит. То есть и Паредес уже играет не так, как осенью или летом, как Корин с травмой. И, как говорит Манчини, ему действительно не с кем играть в нападении. Все-таки вот эти вот все факторы склоняются к тому, что нужно сыграть здесь армейцев с X2. Может быть, даже фору 0. Коэффициенты хорошие на то, что «ЦСКА» не проиграет в Санкт-Петербурге. Да, коэффициент хороший 1,76, а фору 0 – 2,52. Шикарный коэффициент. Фактор Виктора Гончаренко имеет значение для нас в этом матче? Да, действительно имеет значение. Все-таки приятно поболеть за нашего тренера. Давайте поболеем за «ЦСКА» Виктора Гончаренко. Итак, друзья, суперматч в российской премьер-лиге. Воскресенье «Зенит» против «ЦСКА». Конечно, мы за команду Виктора Гончаренко. Я согласен со ставкой Дмитрия. Берем, что «ЦСКА» не проиграет. Наши ставки сделаны. Воскресенье «Суперматч» «Зенит» – «ЦСКА». Мы болеем за команду Виктора Гончаренко. Всем побед!